Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас специальный выпуск посвященный такой интересной тематике как влияние чумы на историческое развитие на Северном Кавказе ну и в общем-то на адыгско-черкесское общество ну в целом в мире было сколько известно три как минимум три крупных мощнейших эпидемий чумы которые так или иначе задели практически весь мир в том числе адыгское общество четвертое нет она была азиатская первая достоверная известная пандемия чумы известна как юстинианова произошла в шестом веке в эпоху расцвета восточно-римской империи при императоре юстиниане который и погиб собственно от этой болезни чума пришла тогда из египта или эфиопии в результате там различных событий связанных с отсутствием зерна с голодом и когда пришлось закупать из глубинки африканское вот это зерно с ним пришла чума за период с 532 по 580 год она хватила множество стран через торговые пути по морским берегам потом в глубь государств ограничившихся с морским побережьем плюс византия тогда пыталась расширяться восстановить римскую империю и вела активные войны там на западе и востоке в византийской империи она достигла пика около 544 года когда в константинополе ежедневно умирала до 5000 человек а в отдельные дни смертность достигала 10 тысяч всего погибло тогда более половины населения империи почти 100 миллионов человек и еще 25 миллионов европе вплоть до англии и ирландии где вымерли вообще княжеские ветви целые в последние и тогда именно ирландия кстати стала христианской как ни странно известно что до эпидемии случилось похолодание 535 536 годов самое резкое понижение температуры за 2000 лет которая как ни странно и считается что повлияло на урожай на все вот эти события связанные с развитием чумного возбудителя и в купе вот это похолодание чума землетрясение на востоке средиземноморья византийские войны тогда это был просто отсущий вообще-то известно что при истиниане в эти годы велась активная стройка и храмов и укреплений в крыму абхазии в долине мзымты с выходом на архиз на вот этих торговых путях которые шли из китая естественно проводилась активная христианизация населения на этих территориях появились крепости храмы в крыму византия сражалась в это время с гуннами абхазские племена перешли в это время на сторону ирана в войне между византией и ираном и на их территории с 542 по 555 годы шла война между византией и ираном ну и племена вдоль торговых путей были задеты войной место населения везде восставало раздраженная византийской вот этой военщиной как ни странно здесь почему не пишут хотя и указу на ее распространение на север от константинополя этот вопрос плохо исследовался но по всем признакам можно сделать вывод что северный кавказ и грим постигла та же участь что и весь основной развитый мир здесь очень тяжелое положение вызвала именно чума по крайне мере в прибрежной части где шли военные действия и именно тогда начались вот эти перемещения активнее прибрежных племен в то время после этой чумы итогом для византии это стало резкое уменьшение населения неудача в войнах за идею восстановления римской империи и переход от нападения к обороне от внешних врагов чума слабо затронула аравийский полуостров что привело к активному заселению арабами опустевших территорий ближнего востока и появление у них новой религии ислама на волне вот этого подъема они сумели захватить огромные территории которые византия не смогла удержать на северном кавказе в крыму происходили схожие процессы пострадавшей территории подчиненной левосальной империи захватили хазары это степная если мы говорим часть да и крым степная часть абхазия вообще стала самостоятельно откололась полностью соответственно местные племена полностью перешли от прямого подчинения в васолите то есть только за деньги отдельные эпизоды чумы случались еще в 7-8 веках но кавказа они тогда не коснулись или об этом у нас просто нет информации абхазия же на два века откололась в периоды между мировыми вот этими пандемиями чумы на территории северного кавказа и пред кавказе возникали крупные эпидемии чумы вопрос о происхождении которых остается до сих пор открытым вторая пандемия мощнейшая известна как черная смерть пришла в 14 веке это 1348 1351 годы и ни одно государство европы не избежало тогда инфекции даже гренландии значит это привело к тому что после этой чумы еще отдельные пандемии случались в течение пяти веков последующих во время второй пандемии охвативший почти весь мир на земном шаре погибло около 40 миллионов человек вот именно грязь нищета отсутствие гигиены скучность были вот причинами основными распространение такого заболевания распространение шло из центральной азии по торговым путям что великого шелкового пути который в том числе проходил всегда на территории северного кавказа через все ущелия побережья и в тамане соответственно но никак не могла избежать заражение вот этого территории и первоначальный ареал эпидемии описан в русской летописи воскресенской 1346 года это устье дона это междуречье волги и дона каспийское побережье армяне и абазины как они пишут а также жители итальянских колоний на берегу то есть геннесских колоний в том числе и черкассы на всех там оживущих как написано в этой летописи то есть это низовья волги северный при каспии северный кавказ и кавказе причерноморье и крым это первая территория ска откуда пришла вообще чума в европу исходным пунктом эпидемии в европу стал как раз таки крымские генуэзский на тот момент порт кафе это феодосия сегодня который являлся таким хабом перевалочным пунктом основных товаров в европу из азии тот факт что как раз в год начала эпидемии этот город штурмовали отряды хана дженебека породил монгольское войско породил именно версию конспирологическую о том что якобы дженебек закидывал город этими чумными одеялами на самом деле город уже был болен этот момент и именно дженебек снялся с осады узнав что город болен там даже такая версия что он трупы там разрубывал их к чумные кидал с катапульта после снятия осады генуэзцы на своих торговых кораблях разнесли уже чуму по всей европе в 1347 году она брушилась на византию убив до трети подданных империи половину населения константинополя в числе умерших было и наследник императора адроник в 1387 году черная смерть уничтожает население смоленское это вот кстати вопрос о том что на руси их не было было по свидетельству летописцев живых осталось 5-10 человек которые в общем-то покинули мертвый город затворили ворота и ушли в москве чума забрала семейство князя семена гордова пскове новгороде также там огромное количество людей погибло несмотря на попытки установить кордоны даже англию не спас пролив тогда там погибло по 60 процентов населения проблема в том что по кавказу у нас опять нет никаких точных сведений хотя очевидно что чума заделал очень серьезно этот регион последствия были последствия их можно вычислить они выразились как раз таки в ослаблении сил золотой орды которая тогда на тот момент была основным поля основной политической силой на этой территории и ее кавказских союзников которые в результате вот гибели массовое население не смогли собрать нормального войска когда-то сюда пришел тамерлан на кавказ и тохтамыш вместе с всеми кавказскими своими союзниками проиграл в этой битве на тереке и тогда же началось постепенное переселение остаток кабардинцев на опустевшие земли центральной части северного кавказа до того населенные остатками алланов и тюрками золотой орды которые большей частью вымерли только в глубоко в горах остались большие остатки позже ставший частью осетин и корчаево-балкарцы соответственно ну как версия это не факт золотая орда более не восстановилась северная часть шелкового пути вообще исчезла и тогда серьезно же пострадали генойские колонии в крыму черкесии которые также не восстановились больше золотая орда вообще зачахла и потом в общем то что позволило россии свергнуть игорь захватить ее территории именно возможно к этому периоду относятся начало собирания черкесов легендарным князем иналом условно собирательным образом это была большая последняя именно чумная эпидемия которая глобально повлияла на ход истории но чума не оставила черкесию локальные какие-то события происходили на этой территории сильная эпидемия например охватила кабарду в 1736-37 годах тогда в общем-то россии здесь и близко еще не было русский генерал бларенберг считал что чума проникала в землю черкесии из турции которая в общем-то постоянно тоже заражала в общем-то европу и россию из-за торговли причем после этой чумы российская политика вновь вернулась в кабарду вот именно чума прошедшая тогда в кабарде она позволила к кабарде ослабнуть и выиграть там партии которая стала приглашать на помощь россию россия своими войсками туда зашла и после 150-летнего перерыва опять началось это вот углубление российской политики в кабарду и приход этих линий за линией границы россии к кабарде наиболее сильно повлияла на черкеский мир одна из эпидемий продолжавшаяся с перерывами почти 50 лет в регионе чума тогда вспыхнула в 1770 году во время русско-турецкой войны на кавказе и известна она была как последняя крупная вспышка чумы в европе но дело в том что на кавказ она в принципе попала из молдавии где изначально вспыхнула в войсках войска уже разнесли ее по и на восточный фронт на кавказский в москве эта чума привела к бунту результатом его стал запрет наложенный московскими архиепископом на проведение молебнов то есть люди как бы ну были не очень умными они говорится чума чума когда распространялась они вместо того чтобы как-то изолировать людей они собирались в церквях и давали начинали там молиться богу за спасение от чумы из-за чего из-за скопления людей еще больше распространяли эту чуму архиепископ это понимал запретил им собираться там и толпа восстала в результате запрета она разграбила чудов и донской монастыри убили архиепископа стали громить карантинные заставы дома знати убили там около четыреста сотни человек навели порядок в городе только войска под командованием графа орлова и созданная по этому комиссия она преодолела распространение чумы дальнейшее согласно отчетам в москве тогда чумы умерло около 100 тысяч человек в то же время известно что как раз таки вот эта чумная эпидемия охватила кавказ множество адыгских песен подтверждает эту историю источника указывают что раньше число князей было куда больше чем настоящее время что объяснялось пустошениями которые произвела чума в основании немногочисленных архивных данных установлен ряд крупных эпидемий в черкесии в 1706 году в шестидесятом и девяностом в ходе которых вымерло население например аулов расположенных в долинах река тиберда джанакол кубань и черек без индийский чума 1770 года окончательно выбилась с исторической арены субэтнос жанеевцев например и хатукаевцев а также небольшое субэтнос хигайков проживавших игру ханапы который был окончательно поглощен натухайцами остатки вот этих субэтносов были ассимилированы там разными другими допустим хатукаец в большей части миргоевцев себя приняли натухайцев жанеевцев и хигайков самым ярким последствием оказалась вот это именно адыгская революция произошедшая за кубани когда восстание произошло в горной части именно вот этих народов демократических шапсугов натухается против своих князей ну и абадзехов восстание как раз таки способствовал в одной как одна из причин распространение ну во-первых огнестрельного оружия на усиление что позволяло народу в общем-то довольно жестко реагировать на произвол князей и мстить им занесенные обиды и вот именно чума это она поскольку многие князья поумирали там да то есть она вызвала перекос населения такой определенный и это привело к восстаниям это позволило восстать народу против князей которые принципе раньше держали власть в своих руках ситуация вылилась в кровопролитную гражданскую войну пиком которая стала безюбское сражение 1096 года недалеко от екатеринодара с другой стороны есть мнение что серьезно повлияло на чума и начисленность малой малой орды ногайской кубанских ногайцев которые благодаря чему их количество уменьшилось значительно что позволило суворову их покорить и изгнать из кубани в те годы в принципе и в принципе серьезно поредевшие население обеих берегов левого и правого кубани из-за чумы открыла путь заселению сюда запорожских казаков которые основали город екатеринодар в центральной части кавказа вспышки чумы проявлялись в городе моздок больше всего как таком крупном центре до общения и торговли еще в 1663 году когда россия построила азово-моздокскую кордонную линию она таким образом жестко ограничила население то есть говоря если раньше кабардинцы пятигорья расселялись там на юге ставрополя и использовали для скота вот эти огромные земли ставрополя как земли для скотовоста для выпаса скота то теперь они оказались зажатой жестко кордонной линии их не выпускали оттуда прижаты горам очень скучен и со скотом всем вместе со своим и на маленькой территории малоземельной что вызвало естественно эпидемии в 1808 году в кабарде произошли волнения крестьяне которые были устали от гнеток князей взяли в руки оружие уничтожили или знали большую часть своих князей дворян причем здесь имелось ввиду наверно все-таки те князей дворян которые перешли уже на русскую службу к тому времени это это было еще с одной с другой стороны и антироссийское восстание против тех законов которые пытались ввести в кабарде россия во многом архия и чума которая последовала за этим завершила ликвидацию дворянства бывшего никогда столь блестящим и могущественным в кабарде среди вышивших большое число кабардинцев ушло к адыгам черкесам закубания или в чечню это так называемые хаджреты или беглые кабардинцы а в связи с широким распространением чумы в 1810 году на всем протяжении от черного моря до каспийского вдоль кавказской линии военных успений были созданы карантинные дворы призванные помешать проникновению чумной заразы но это не помогло и чума распространилась среди гребенских терских казаков для поддержания карантина элементарно не хватало военных которые были заняты военных действиях восставшим дагестан с 10 по двенадцатый год эпидемия уничтожила огромное количество жителей кабарды почти на две трети сохранил сократилось население погибла под разным по разным подсчетам от 200 до 270 тысяч человек многие князья возглядевшие партии борьбы за независимость против россии кабарда более не смогла сопротивляться и была окончательно покорена россии к 22 году по плану генерала ермова по подсчетам проделам по почетам 1084 года в большой кабарде проживало 30 тысяч семей это не менее пяти человек на семью а в малой кабарде 15 тысяч после чумы в двенадцатом году численность населения стала равна не более всего 30 тысяч человек и в большой кабарде и малой всего вообще из этого числа не более трех четырех тысяч воинов могли уже выставить кабардинцы и всадников и здоровых именно по этому поводу российские генералы с удовлетворением писали что некогда как мощнейшая кабардинская конница наводившая ужасно войска на кавказе благодаря чуме стала для них перестала добыть для них препятствия принципе и тогда же возникли вот эти первые конспирологические версии что генералы и русские как бы специально зараженную там одежду продавали при обмене в миновых дворах для того чтобы заразить чумой вот кабардинцев конспирология она и в двадцать первом даже веке конспирологии эпидемия чумы продолжилась в 1816-17 годах она поразила обширный район современного ставропольского края корчава черкесии кабардин-балкарии свирепсала чума в геленджике и пшаде но это видимо уже занесенная турками там описывали что в этих районах вымирали люди целыми аулами и когда генерал елеминов шел потом и строил этот черноморские первые укрепления в той же пшаде и от геленджика когда он шел то они видели вот эти оставленные аулы но он приказывал войскам их не трогать потому что знали что они заражены были чумой в кабарде вообще оказались плачевными ситуациями после полной потери независимости кабардинцы не смогли удержаться на своих исконных землях в малой кабарде и горной местности большой кабарды их места начали активно заселять осетины ингуши чеченцы карачаевцы балкарцы которые менее просто пострадали от чумы из-за своей малочисленности очень такой отрезанности в горной удаленности в горах процесс вот этого этнического замещения продолжается по сегодняшний день при этом у ладыгов черкесов существовала своя практика сожжение аулов зараженных чумой и другими смертельными болезнями на старом месте как правило аулы больше не отстраивались ну и сама местность не возделывается не используясь порой очень длительное время современные исследования показывают что кроме внешнего влияния северно-кавказские земли обладают собственными постоянными источниками чумного заражения настоящее время на территории северного кавказа расположено пять активных природных очагов чумы естественно центральный кавказский высокогорный терско-сунжинский дагестанский равнина предгорный прикаспийский песчаный и восточно-кавказский высокогорный все они характеризуются различной активностью допустим в перечисленных очагах за исключение восточно-кавказского высокогорного циркулирует возбудитель чумы основного подвида который опасен для человека проявление активности происходит циклические виде таких случайных заражений популяциях грызунов но не факт что и на человека может перекинуться просто благодаря современной медицине и вакцинации это не происходит и так ну например сегодня на пас на кавказе последнее локальное заражение чумой которая была зафиксирована отмечается 1951 годом с тех пор как чума не фиксировалась у людей для заражения вот такая краткая емкая но для того чтобы примерно понимать история чумных заражений имени эпидемий которые были и на кавказе в том числе что кавказ как зона прохождения огромного количества торговых путей всегда всю свою историю находился в зоне риска заражения чумой и никогда не избегал даже в самых крупных эпидемиях и соответственно определенные вот эти эпидемии чумы влияли значительно на самые разные самое развитие истории развития общества миграции ну вообще ход истории на кавказе в том числе как и во всем мире на этом все делитесь друзьями ставьте лайки комментируйте заходите в яндекс дзен читать самые свежие интересные статьи по теме истории северо-западного кавказа и истории культуры адыгов черкесов на этом у меня все всем пока